всем привет ребят ну что у нас сегодня будет интересный обзорчик я покажу вам топ 10 локаций где надо качаться без донату и самое основное покажу топ локации где можно заработать самоцветы то есть самое основное что надо фармить каждый день постараюсь вам показать плюс-минус все потому что я сам их давно уже не фармил возможно многие забыл но самое основное вам покажу где можно заработать нормально самиков для без доната в общем самое интересное это самое основное это доска кластов это надо не пропускать это надо проходить почему смотрите вот 25 самый цветом надо нанять слизь 25 наймите герой или слизь это использовать это нанять поехали сейчас по проходим плюс вот арену сразу же покажу вам прохождение арены да где мы тоже получим кластики точнее саммите за прохождение то есть вот эти все локации надо каждый день проходить в основном квеста надо решать если вы видите карту квестов сейчас покажу как она выглядит надо тоже ее забирать почему тоже сейчас покажу при условии фарма ежедневно у вас будут намного быстрее копиться самоцвета ежедневка само собой но прохождение определенных локаций скажем так вам дадут стопроцентные класты тут я в рюк вас ты уже заговорился стопроцентные самоцвета вот здесь вы получите вы казалось бы но фигня 5 самоцвета на это тоже для без доната скажем так там 5 там 5 и уже на какое-то оживление на той же самой битве гельдой можно получить ничего себе посмотрите как мы тащим растаскали просто красавчики рвемся в топ только непонятно какое также вы будете получать самоцветы за выполнение определенных заданий прокачки там и прочее против по башке не попрешь вы тоже будете получать не ежедневные но награды которые выдаются только один раз на аккаунт ты круга и ковка вообще отжигают отлично есть такс в общем итоге мы получаем 5 самоцветов дальше где еще можно получить самики самики можно вот ежедневно золото ману это по сути рейдин забегаете в рейд выпускаете героев либо получаете люли либо фармите сейчас попробуем но вот забрали только там надо фармить там ой там много надо совершенно ну в общем здесь по 10 вы тоже зафармите давайте закончим сначала с квестиками она любом случае надо фармить поехали то есть это то что надо делать каждый день независимости от того что вы хотите там фармить это надо каждый день проходить с увеличением силы у вас будут интересные квасты и там вы будете получать помимо самоцвета вы будете получать плюшки череп как видите даже с эволюцией против своей мне не страшен так еще там надо разок напасть ну поехали это именно те локации которые надо проходить то есть вам ежедневно придется убивать вот так вот проходить зависимости от того какие квасты будут но с скажем так с квастов у вас больше всего вероятность получить нормально сами как потому что сейчас если нам повезет вы можете получить там и 300 самоцветов за смену при карточке так есть нам отлично зафармили завершено ну добиваем получить получить все кваст вроде закрыт то есть вот удаун 6 часов вот есть сменить эта карта смена называется ее можно получить там с разных квастов от айджи в подарках за донат и вот карта обновления кваста здесь стоит 4000 орденов я их скупаю почему смотрите делаю так раз обновил квастик обновился итоге у меня появляется смени талант захожу делаю поменять вот сменить за карточку именно главное за карточку чтобы вас карта вот четверка получилось неплохо вот получить плюс уже 5 300 самых дальше то же самое наймите героя нанимали героя там за минимальные кашки захожу получаем и вот таким вот образом вы можете отсюда за день там по моему три или четыре смены можно сделать фармить самоцвета это первая локация скажем так то вроде не локация но по сути локация которую надо проходить ежедневно плюс вы получаете за выполнение ежедневки яйца питомцев дальше турнир героев это вторая локация которую надо фармить до ее сложно можно выбрать там у меня тяжелый недоступен обычный режим так выбираем кого выбираем другие да понятно что этот не затащу давайте попробуем вот этот чем дальше вы будете здесь проходить в этой локации просто easy тем быстрее вот плюс 27 самоцветов и вы можете опять же точно так же так купидона не знаю давайте попробуем точно так же вы можете тут нас просто просто ушатали видите надо купидона пробовать самого первого чтобы пройти нереально его пройти на высоком лавале там просто баф этом надо воодушевление без воодушевлений вы ничего не сделаете здесь вы можете получить герой а можете получить там осколки можете получить самоцветом самоцвет отсюда тоже очень неплохо падают я себе так фарм на основе уже там было 9 миллионов на фарм вот значки почета плюс осколки можно собрать соответственно героя так давайте попробуем паладину на двенадцатом это конечно туристика ну может может получится затащить если разгон будет отлично просто easy 12 прошли получили осколки самиков к сожалению не получили так дерево ну можно попробовать вот мы уже зафармили наконец-то перешли на тяжелый уровень вот видите что вы можете получить самоцветы здесь 39 130 36 36 120 39 130 тут просто у нас обычной 12 получается немножко увеличить увеличение но не старайтесь дальше пройти потому что там реально будет сложно давайте уже попробуем можно также тут получить камни 9 но это больше я вам скажу так миф ой неплохо она без тащит просто easy так ну леди леву я думаю мы уже не затащим лучше в таком случае вернуться сюда и пробовать фармить даже можно меньше фармить то есть не обязательно фармить такое у меня просто ну без как видите на бафон и уже давайте обычный попробуем фараона то есть это еще одна локация где можно зарабатывать имея карты так обычная обновила ехали попробуем можно также как видите вытащить карту если повезет то есть можно и героя словить можно и сами как заработать но пока пока нам что-то не прет все зависит от того как дальше у вас будут прокачаны герои 6000 далее давайте попробуем атланта но атланта можно хорошенько напороться если он включится то будет вот так вот но все равно затащили вот 36 самоцветов прибавку пошло так был грома но видите награды возможных до 120 это как повезет то есть можно реально получить а можно не получить но уже там плюс несколько самиков мы заработали вот опять же купидона лучше скинуть там на минималке пройти потому что ну не на минималке можно в зависимости от прокачки но в любом случае лучше немножко скинуть потому что они если включится все они себя бафают и вы ничего не получите в итоге еще раз фарон можно на максималке ну на тяжелом вы у вас еще есть возможность выиграть камни но я уже очень много раз около тысячи уже проходила виду и вот 60 то есть как видите реально зарабатывать отсюда тоже можно уже 5 500 500 самом мы с вами зафармили налегке дальше дальше есть такая локация как zb забытая битва она называется вот она это третья локация здесь вы выставляете свои герои и воюете против таких же крутых персов как вы здесь можно разные пачки я не буду сейчас рассказывать про пачки потому что это будет очень долго в общем составляете свои героев так чтобы у вас там было по пять героев желательно ставить там с разными талантами ну длительные очень долго рассказывать об этом это надо отдельный видос чтобы у вас смотрите были и вы нападаете вот здесь и соответственно за каждое прохождение сезона чем больше вы заработаете чей тем больше у вас шанс получить соответственно больше награду то есть есть ранги по окончанию недели выдается в зависимости от того сколько вы получите получите соответственно ну ну тащите тащите красавчики смотрите час ордель и делают подлый драйк на его ушатали ну что мы должны их ушатать вот то есть вы получаете ранги в итоге выполнению вот видите я вот допустим этом ранге могу там получить за 300 чей да там сто самоцветов ранг очень много в зависимости того куда вы доберетесь вы можете там до 1000 самоцветов получать но это реально там сложновато будет так это я вам показал то есть это три локации в которых реальные всего зарабатывать сами ки а также помимо этого есть куча локаций где вы сами ки не получите вы получите кучу плюх то есть это обязательно надо фарме там раз в день раз два дня это командное пришествие командные подземелья потому что там вы получите кучу плюх героев расходники то есть это само собой это четвертое место даже скажем так будет у нас по фарме подземки обязательно проходить потому что это подземелья тоже это поэтому нас пятое место это обязательно но этого раз пройдете потом можете просто пропускать то есть это надо проходить постепенно по фарму что забытая битва там где сами ки я вам показывал арена то же самое то есть это обязательно прохождению желательно каждый день экспедиция тоже обязательно к фарму здесь вы будете получать плюшки в зависимости от того сколько вы наберете вы можете все тут почитать там титулы добавляются вам герои здесь вы будете получать значки почета и ордена которую вы создаете которые вы сможете в магазине покупать все также уже есть такое понятие как гильдийский магазин заходите в хаб гильдии отметиться замок гильдии и вот у вас есть ну я об этом тоже снимал видосики так соки отлично давайте за по им усовершенствовать часового улучшили здесь вы за подарки но я в данном случае сейчас пожертвовал коляшки плюс 20 прокачиваете часовых соответственно они ну получаете вот такие вот плюхи в итоге вы отсюда можете тоже получать в леска магазине нормальные плюшки вот допустим вот смотрите за 5750 кг которые пожертвовали можете получить карту с которой вы можете получить героем да здесь не самый имбовое все но опять же можно получить коробку но она уже подороже стоит книжку то есть все все сделано как бы эту локацию тоже надо стараться фармить ежедневно такое там шестое место да пусть будет архидемон это раз в неделю он там появляется фактически даже раз в 10 дней это можно фармить дальше у нас есть пустынные руины их тоже желательно фармить давайте добавим героев потому что отсюда вы тоже получаете топовые плюшки из можно фармить как в команде с кем-то с друзьями можно фармить в рандами то есть вы выбираете напарника вам рандомом дает нету никого никто не фармить на русском сервере печально здесь вы получаете не все-таки кто-то появился сейчас мы затащим здесь вы получаете шансы можно выходить на 2 волне сразу же зависимости от ваших прокачек скажем так прокачки нефти пациентам шоке всех моих уже послевали тут нифига не добились но тут надо а вот он кинул уже своих вот первую волну проходите можно и дальше фармить зафармить и больше может его сейчас зафармят больше но у меня они не прокачены мы и всех уже послевали выбираете маги ну а локация думаю вы так узнаете это какая там 7 локация которую тоже надо фармить стараться ежедневно потому что без нее вы очень много потеряете в развитии аккаунта то есть это каждый день доступно читали учить немножко ой тут зависит от прокачек вам дают соответственно таких и противников также есть сейчас покажу еще есть локации там и гильдийская битва гильдии да там атака фартов они проходят реже они два раза в неделю и 1 2 недели атака фартов проходят их обязательно тоже фармить но это не ежедневные скажем так локации которые вам надо фармить так второе жалко нельзя ускорение поставить он было бы неплохо видите есть чатик я все еще могу сражаться конечно я могу только магию жить давать ему в данном случае здесь есть 55 волн вы их фармить и где там у нас еще самики можно заработать а вроде откроем он все показал ну помимо этого бывают акции их тоже надо не пропускать бывают дают нам подарки с самиками как например сейчас за один сам я тоже это покажу потому что это своего рода тоже локации тоже туда надо заходить ведь он покинул битву он вышел на второй волне я уже дойду до конца посмотрим приступ не обязательно вот так вот сидеть можно выйти на второй волне будет вам счастье 45 и последняя у фрейта щит в общем вот вуаля и того вы заходите там и получаете расходники в двести двадцати два франки и так можно каждый день что еще обязательно делать обязательно это ежедневка это тоже локация своего рода видите я один день пропустил за 50 самом наверстать надо каждый день вы заходите внизу награды дня у вас есть они меняются вы их получаете в итоге за неделю 1 за через четыре дня вы получаете в двести самого еще бонусом и вот это расходники это тоже надо фармить ежедневно также ежедневно фармится у нас лабиринт у нас через там сколько три или четыре дня вот 5 часов осталось его тоже обязательно фармить почему обязательно фармить здесь сундуков лабиринта убивая вот этих вот гоблинов вы можете получить сундуки которые нужны будут давайте сейчас так сделаем сразу же побежим создать команду принципе ну не эту команду надо создавать ну ладно здесь можно взять 9 героев собой здесь вы соревнуетесь против фото в против игроков то есть вот вы можете нападать таким вот образом вот боты допустим если там они одинакового уровня все и одинаково эти это бот или против игроков попадаться против них пачек это локация она не ежедневно но это же надо фармить когда она есть здесь вы получаете кучу плюшек по итогу получаете синие кристаллы сейчас я вам покажу какие-то награды дают зато вот видите вот это я попал на игрока уже соответственно сейчас ушатает я потеряю хотели друзья не получу бонус можно использовать дедшот но он этого не стоит в итоге вы получите вот 600 кулаков это первые места там зависимости от того сколько вы на фармите эти максималка 800 кулаки и синие кристаллы отсюда фармятся но это не основное вот есть гоблины надо создать команду сдаем команду облины разные бывают старт это жесткие облины я надеюсь мы его сможем убить если нам повезет практически с попробуем другой заход кодек надо его убить я покажу что тут с него падают попробуем отсюда забежать отличного били вот получили мы сандук лабиринта три штучки за убийство заходим сюда подарки смотрим отсюда вы можете собрать самое ценное это огнекрыл то есть это шанс без доната собрать огнекрылла помимо акций которые есть вы можете собрать огнек а это тоже обязательно к фарму зависимости от того какая у вас села вы будет так и получать ну видите шансы здесь очень маленькие чтобы его получить также у нас есть локация королевская битва ее фармит надо каждый день здесь вы будете получать эмблемки здесь вы будете получать вот так вот синие кристаллы красные кристаллы которые нужны будут для эволюции героя то есть это скажем так еще одна локация обязательная для прохождения ежедневно есть 30 лаволов вы их прокачиваете соответственно получаете потом плюхи открываете сундуки отбиваете алтари с которых вы можете ну тут я не отобью ничего то есть у нас просто солью то есть это тоже локация какую надо фармить каждый день предшествия монстров это волны здесь за прохождение скажем так давайте попробуем но я не знаю ли мы за фармом волну с хотя должны принципе уже с моими то героями с каждым с каждой скажем так прокачка вы будете получать самосвет из за каждую волну но потом в итоге вы будете на них просто пропускать и качаться опять же зависит от того какая у вас раз таки у вас героя но видите здание разбили на 4 умни мы застряли тут надо расстановку ставить желательно конечно было бы круто если было бы воодушевление на анубисе хранителя сюда поставить раз четвертая шапка видите шапка мешает буду такое ну тут тоже можно получить самоцвета если задонить вот так вроде я вам принципе все показалось таких 10 локаций ежедневных что надо фармить обязательно также есть еще одна локация которую я не показал колизей колизей вот он тоже создается и кстати отсюда тоже по итогу там же по моему дают кулаке и какашки вы можете получить тоже ежедневно и попытки у вас есть выбираете команду создаете талантики расставляете в итоге нападаете чем больше вы выиграете поединков тут за донат можно получить ну затрату самоцвета получить дополнительные талантики для героев и героев получить чем дальше вы пройдете тем больше вы получите плюс в общем такие вот локации обязательны для фарма каждый день то есть на это все надо тратить как я вам заснял 25 минут она это все реально надо около часа тратить это и больше если там еще все остальные битва гильдии атака фортов будет то можно три-четыре часа просто тут посетить над игрой фармить целый день поэтому выбирайте что вам интересно самое основное вам показал в начале всем удачи всем пока